Не все помнят времена, когда процессоры и видеокарты требовали, в худшем случае, простого радиатора. А про корпусные вентиляторы и системы водяного охлаждения никто и не слышал. Но всё изменилось. Современные процессоры и видеокарты могут потреблять под нагрузкой сотни ватт. Так что уже никого не удивишь трёхсекционными СВО, килограммовыми суперкуллерами и парой-тройкой корпусных вертушек. Однако с прогрессом в области охлаждения ПК также прогрессировали и мифы, и сегодня мы о них поговорим. В этом видео 9 мифов об охлаждении компьютера. Поехали. Первый миф. Чем производительнее охлаждение, тем ниже будет температура процессора. Казалось бы, всё верно. Более крутое охлаждение способно отвести больше тепла от крышки процессора, значит его итоговая температура будет ниже. Однако тут ключевой момент от крышки, а не от кристалла, а ведь между ними есть слой термоинтерфейса, и зачастую сам кристалл достаточно толстый. К чему это приводит? Да всё к тому, что начиная с определённого тепловыделения процессора уже без разницы, чем вы будете его охлаждать. Всё упрётся временами не самый качественный термоинтерфейс под крышкой. За примерами ходить далеко не нужно. Скальпирование Core i7-8700K и замена терможвачки под крышкой на жидкий металл снизит температуру под нагрузкой как минимум на десяток градусов. Более того, дополнительная шлифовка кристалла топового Core i9-9900K также способна убрать пару градусов. В итоге для любого процессора есть разумное тепловыделение, и при его превышении, какая бы ни была крутая система охлаждения, он всё равно будет перегреваться. Поэтому нет смысла ставить к тому же Core i7-8700K трёхсекционную систему водяного охлаждения, дабы он стабильно работал на 5 ГГц. Вы добьётесь даже лучшего эффекта с простой башенкой, если проскальпируете его, но это уже другая история. Миф номер два. Кулер нужно выбирать по TDP процессора. Многие производители кулеров и SWO пишут в характеристиках своего изделия, сколько ватт тепла оно может отвести. Аналогично Intel и AMD пишут тепловыделение своих процессоров, поэтому может показаться, что если вторая цифра меньше первой, то охлаждение вам подойдёт. Увы, тут есть сразу два заблуждения. Во-первых, реальное тепловыделение процессоров под нагрузкой и тем более разгоном зачастую куда выше, чем пишет производитель. Например, номинальный теплопакет Ryzen 9 3900X 105 Вт, однако на деле он может потреблять почти в два раза больше, около 180-200 Вт. И если сотню Вт способны отвести даже не самые большие башни, то вот 200 Вт потребует уже килограммовых суперкулеров или достаточно продвинутых SWO. Intel тоже принимает в качестве значения TDP уровень энергопотребления при работе на базовой частоте. Во-вторых, далеко не всегда понятен смысл фразы «кулер может отвести X Вт тепла». От какого процессора? Например, площадь крышки у 16-ядерного Threadripper почти вдвое больше, чем у 16-ядерного Ryzen, поэтому отводить тепло от нее проще. Плюс непонятно, с какой термопастой кулер сможет отвести указанное число Вт. И таких «но» можно указать много. К слову, именно поэтому компания Noctua не указывает, сколько Вт может отвести их решение. Но как же тогда узнать, подойдет вам определенный кулер или нет? Ответ прост. Читайте его обзоры и смотрите, на каких тестовых системах его проверяют, после чего делайте логические выводы. К примеру, если кулер справляется с Core i7-8700K, то и с более простым Core i5-8600K проблем не будет. И с другой стороны, если с Ryzen 7 3800X у кулера проблемы, то брать его в пару к Ryzen 9 точно не стоит. Друзья, а спонсором этого видео является онлайн-магазин ключей VoCase. Если вам нужен лицензионный ключик от Винды или офиса за 1000 рублей, которая будет нормально работать без всяких кряков и взломов, то добро пожаловать. Покупка производится легко и прозрачно, а если применить вот этот промокод на скидку в 20%, так вообще получается почти даром. Все ссылки лежат в описании. А мы продолжаем. Миф номер три. Для игровых ПК обязательно нужна СВО. Как выглядит навороченный игровой компьютер? Правильно, масса вентиляторов с RGB-подсветкой и обязательно система водяного охлаждения. Куда ж без неё? Однако на деле для подавляющего большинства ПК она просто не нужна. Почему? Во-первых, игры грузят процессор куда слабее, чем стресс-тесты. Даже топовый Core i9-9900K, способный в тесте AIDA64 потреблять свыше 250 Вт, в играх и до сотни не дойдёт. А с таким тепловыделением справится и не самая дорогая башня. Во-вторых, у СВО куда меньшая надёжность, чем у кулеров. Зачастую за пару лет помпы забиваются и начинают хуже работать и шуметь, а то и вовсе останавливаются. Причём их чистка, если она возможна, далеко не самый простой процесс. Ну и в-третьих, у СВО плохая эффективность на ватт отводимого тепла. Если за 4-5 тысяч рублей вы купите отличный суперкуллер, который без проблем справится с топовыми восьмиядерными CPU, то среди СВО за такие деньги будут лишь достаточно бюджетные и не самые качественные модели. Как итог, оставьте СВО для рабочих станций, где трудятся монструозные процессоры с парой-тройкой десятков ядер и тепловыделением под три сотни Вт. Собирая систему на домашних сокетах LGA1-51 или AM4, переплачивать за водянку смысла нет. Четвёртый миф. Боксовые кулеры абсолютно неэффективны и их обязательно нужно менять. В общем и целом, у большинства пользователей сложилось не самое лучшее впечатление о боксовых кулерах, дескать, они неэффективны и не справляются с процессорами, с которыми они идут в комплекте. Однако на деле это совсем не так. Разумеется, небольшой алюминиевый радиатор с кусочком меди не справится с Core i9 в разгоне, но, к примеру, стоковый кулер вполне себе может удерживать температуры шестиядерного Core i5-8400 в играх на уровне 60-75 градусов, и это при критичных температурах около сотни градусов. И ещё лучше дела обстоят с боксовыми кулерами для Ryzen, которых существует аж три версии. Так, AMD в Ride Stealth, который поставляется с четырёхъядерными Ryzen, вполне справляется с ними даже при небольшом разгоне процессора. А, например, в Ride Prism, который поставляется вместе с Ryzen 7, вообще имеет четыре теплотрубки и показывает себя на уровне башенок за 1000-1500 рублей. Так что не стоит считать боксовые кулеры плохими. Если вы не балуетесь разгоном и не нагружаете CPU чем-то сильнее игр, их возможностей вам вполне может хватить. Едем дальше. Миф номер пять. Жидкий металл всегда эффективнее термопасты. Жидкий металл отличается от термопаст тем, что у него в разы выше коэффициент теплопроводности, из-за чего в теории температуры с ним должны быть ощутимо ниже. Однако на деле это далеко не всегда так. Например, если вы будете использовать вместо хорошей термопасты на крышке процессора жидкий металл, то снизите температуру от силы на 2-3 градуса. А вот если под крышкой, то есть проведёте скальпирование, то временами на 15-20 градусов. Почему так? Всё просто. Площадь кристалла процессора на порядок меньше площади крышки. Соответственно, тепловой поток между крышкой и кристаллом оказывается огромным. Поэтому теплопроводности термопаста в этом случае не хватает, и выигрыш от перехода на жидкий металл становится ощутимым. А вот между крышкой процессора и подошвой кулера пятно контакта огромно, и тут уже хватает теплопроводности большинства термопаст, так что тратить жидкий металл тут не стоит. Шестой миф. Использование двух вентиляторов на одном радиаторе кулера существенно снизит температуру процессора. В последнее время стали достаточно распространены процессорные кулеры с двумя и даже тремя вентиляторами, и, казалось бы, они должны эффективнее гонять воздух и тем самым лучше охлаждать центральный процессор. На деле всё как обычно не так хорошо, как хотелось бы. Почему? Да потому что воздух, прошедший через одну стойку радиатора, уже несколько нагрет, и второй радиатор будет по сути гнать через вторую стойку радиатора уже теплый воздух. Поэтому даже в случае с топовыми Noctua снижение температуры процессора от второго вентилятора составляет от силы 3-4 градуса, а уж в случае с китайскими снеговиками разницы ещё меньше. С учётом того, что шума такая система будет производить больше, смысла брать двух или трёх вентиляторные кулеры немного. Седьмой миф. Расположение в корпусе блока питания никак не влияет на температуру его компонентов. Большинство относительно дорогих корпусов не просто так имеют место под блок питания в нижней части корпуса. В таком случае его вентилятор захватывает холодный наружный воздух. В более простых корпусах блок питания вынужден брать тёплый воздух внутри корпуса, что разумеется негативно влияет на температуру внутри него. А с учётом того, что обычно с простыми сборками используют не самые дорогие корпуса и блоки питания, не нужно мешать последним работать. Стоит доплатить буквально несколько сотен рублей и взять корпус с нижним расположением блока питания. Восьмой миф. SSD не требуют радиаторов. Небольшие М2 накопители становятся всё популярнее. Они зачастую в разы быстрее обычных SATA SSD, а вот цены на них постоянно снижаются. Однако стоит понимать, что высокие скорости просто так не даются. Производители таких накопителей используют мощные многоядерные контроллеры, теплопакет которых составляет единицы ватт. Как итог, при работе они могут достаточно существенно греться и достигать критических температур, после чего наступает троттлинг и снижение производительности. В общем, всё как у обычных процессоров или видеокарт. Так что если вы купили себе дорогой и быстрый Samsung 960 EVO, да купите к нему радиатор на Алиэкспресс, если такого нет на материнской плате. Это позволит ему работать быстрее при большой нагрузке. Миф номер девять. Плохое охлаждение видеокарты никак нельзя исправить. Мощные видеокарты всегда стоили дорого, а сейчас еще большим ослаблением рубля цены точно не уменьшатся. Как итог, появляется желание сэкономить и взять видеокарту подешевле. И обычно в данном случае покупают референсные версии, которые максимально дешевые. Однако зачастую быстро приходит понимание того факта, что охлаждение таких GPU или сильно шумит, или недостаточно эффективно и не позволяет толком разогнать видеокарту. Казалось бы, выхода тут нет. Зачастую снизить шум можно только урезав в видеокарте теплопакет или снизить производительность, а для более-менее существенного разгона придется пускать вертушки на 100% оборотов, и играть в таком случае получится только в наушниках. И не все знают, что выход из этой ситуации есть и он достаточно простой, а именно можно отдельно купить кастомную систему охлаждения. Она способна остудить даже горячую GTX 1080 Ti, причем стоит зачастую дешевле, чем разница между референсом и версией видеокарты от стороннего производителя с хорошим охлаждением. Более того, в продаже встречаются и водоблоки для топовых RTX или AMD RX. Такие решения не просто уберут все проблемы с нагревом, но еще позволят неслабо разогнать видеокарту. В итоге, как видите, референсная видеокарта не приговор. Ее почти всегда можно превратить в топовое решение за сравнительно небольшие деньги. Как видите, мифов про охлаждение компонентов ПК хватает. Знаете какие-нибудь еще? Пишите об этом в комментариях. Не забудьте поставить лайк, это лучшая оценка нашей работы. У микрофона был Михаил Крошин. До скорых встреч!